Всем привет! Сегодня я решила показать вам свой уход за лицо. Но сначала я покрашу бровки, потому что это тоже лицо. И потом уже нанесем мы очистку лица и в общем уход за лицо. Для бровей я использую вот такую краску. Это идет классический коричневый цвет. Ну и как по инструкции я ее развожу и наношу на брови на 15 минут. Ну вот там сантиметр из тюбика выдавливаем и 3 капли жидкости тоже выдавили. Сейчас я это все размешаю и буду наносить на брови. В этой краске в комплект входит вот такая емкость, палочка, там еще одна палочка для ресниц, потом ватные такие подушечки под глаза. Но глаза я не крашу, естественно, самой себе накрасить глаза в общем-то не очень-то и удобно. Ну и зачем, если что, тушь есть не так. Я только для бровей использую. Беру зеркало с увеличительным зеркалом, потому что зрение уже не такое уж хорошее, как было. И начинаю вот так вот наносить. Ну вот я бровки накрасила. Девочки, если где-то что-то вы лишнее мазнете там, не там, взяли салфеточку вот так вот свернули и удалили аккуратненько. Но ничего страшного, эта краска, она смывается, даже если где-то там мазнули лишнее. Вот намазали две. И можно в общее зеркало посмотреть, чтобы посмотреть, чтобы это все было на уровне одинаковых бровей. Ну и потом отсчитываем 15 минут, 15-20, ну мне 15 достаточно. И смываем, берем ватный диск, водичкой и смываем все в умывальничке. Ну вот, девочки, бровки смыли. Теперь они вот у нас подкрашены. Там, если где-то на коже немножечко останется, оно через 1-2 дня уже сойдет и будет выглядеть вообще естественно. Ну а теперь будем ухаживать за кожей. Вот я выбрала для себя вот такое средство, оно мне очень нравится, смотрите. 3 в 1, гарнир. Это гель для умывания, скраб и маска для лица. Но я использую все это сразу 3 в 1. Ну иногда я просто его нанесу и умоюсь, но я люблю его сразу нанести, поскрабировать и еще подержать как маску. Вот так. Наносить его лучше на влажное лицо, поэтому я сейчас лицо намочу, слегка полотенчиком так приберу лишнюю воду и на влажное лицо буду наносить. Тогда оно хорошо наносится. Ну вот, у меня сейчас влажное лицо, и теперь я беру и наношу его как масочку. Вокруг глаз наносить не надо. Пока маска еще не засохла, я ее просто помассирую, как скрабиком. И потом выжидаю, пока она засохнет. Но лучше не разговаривать, не улыбаться в этот момент, потому что лицо как стянется. Это глина белая. И все. Как она засохнет, ну это минут 15, может быть 20 пройдет. Потом ее смыть водой. Пошло 20 минут, маска засохла, я даже говорить не могу, как засохшая маска такая на лице. Пошла ее смывать. Ну вот, девочки, я смыла маску. Такая прохлада на лице, и лицо, мне кажется, даже посветлело. Оно как отбеливающее немножко эффект делает. Приятно. Но чтобы лицо сейчас сразу не стянуло, после чистки, обычно после маски, я предпочитаю наносить на лицо сыворотку. Ну вот такую сыворотку мне дочка подарила. Видно, да? Ну вот я ею сейчас пользуюсь. Вообще, я и другими сыворотками пользовалась. Ну не важно, в принципе, сыворотка, она как бы вот уже там питает лицо. Но сейчас я ее нанесу. И дам этой сыворотке высохнуть. Ну вот сыворотка подсохла. Лицо такое мягенькое, нежное, приятное. И можно нанести дневной крем. Но сейчас у меня на данный момент дневной крем Невея. Энергия молодости. Дневной крем. Обычный, недорогой. В то же время довольно-таки приятный на лице. Приятная консистенция. Если вы этот уход делаете на ночь, значит, тогда ночной крем наносим. Питательный. Дневной увлажняющий я предпочитаю. На ночь питательный крем. Ну вот я все нанесла. Лицо такое стало мягкое, нежное все. Ну, до того, как наносить косметику, нужно какое-то время, чтобы прошло, чтобы все впиталось. И уже потом можно наносить тональный крем. Еще можно нанести крем вокруг глаз. Но я его предпочитаю наносить на ночь. Иногда бывает днем, если никуда не иду. Но этот крем мне дочка подарила. Вот такой вот крем. Такая фирма, да? Ну, приятно довольно-таки крем. Я его сейчас тоже нанесу. Наносить крем вокруг глаз нужно правильно, чтобы не растягивать кожу вокруг глаз. Нижнее веко это снаружи к носу, а верхнее веко от носа, наоборот, к вискам. Вот такими вот круговыми движениями. Подвижное веко трогать не надо. Вот под брови, близко к глазам, не надо намазать. Можно еще немножечко вот так вот повзвивать, подушечками, пальцем, только слегка вот так вот вокруг глаз. Аккуратненько. Ну и как пройдет полчаса, я нанесу тональный крем. Тональник вот такой я предпочитаю. Мне он нравится. Этот тон мне подходит. Лориаль. Вот его номер. Он мне нравится вообще консистенция и тон. Самое главное, что этого тональника на лице не видно. Не видно, что тональник нанесен. Он такой вот незаметный тон. Еще хочу показать вам, чем я ухаживаю за лицом вечером. Допустим, если я накрашена, то я тушь снимаю мицеллярной водой. В принципе, можно любой. Ну вот на данный момент у меня черный жемчуг. Ну, любой. Мицеллярная вода, мне кажется, она сильно не отличается друг от друга. По крайней мере, я разницы не заметила. Этот тушь, ну и тональный крем. Если у меня туши нет, а просто тональный крем, то мне нравится еще чистая линия молочко для умывания. Тоже очень приятная, нежная кожа становится. Вот мне тоже нравится. Вообще, я люблю такие бюджетные варианты. Я за свою жизнь пробовала много дорогих средств по уходу. И Mary Kay, и еще другие какие-то французские, не знаю, дорогие покупала. Но хочу сказать, разницы особой вот нету. Просто переплачиваешь, я не знаю, за что там. Можно найти бюджетные варианты и очень хорошие бренды. Но вот, например, чистая линия, смолоду пользуюсь. И скраб использовала, и там еще крема брала. Мне очень нравится такой бюджетный вариант. И в то же время очень хорошее средство. Ну, черный жемчик иногда беру. Ну, тоже когда как. Сейчас очень много мне средств, там, крема или там еще что-то, мне дочка отдает. И, в общем-то, если мне оно подходит, я этим пользуюсь. Ну, также вот она мне подарила набор такой, фаберлик. Вот ночной крем еще остался. Это для шеи и декольте крем. И еще дневной крем был. Он у меня уже закончился. Вот, Невея есть еще, пока Невея пользуюсь. Также я покупала тоже вот набор ночной и дневной крем в ориаль вот такой, в такой баночке. Видно? Тоже нравится консистенция, нравится вот ощущение. Все, тоже вот такое мне подходит. Ну вот, я теперь нанесла немножечко тонального крема. Кожа выровнялась. В общем-то, скрылись недостатки. В основном кожа стала мягкая, нежная такая, как у младенцев. Ну и дальше можно уже наносить макияж на глаза и так далее, губы красить и отправляться по своим делам, что я сейчас и сделаю. Я какое-то время занималась косметикой Mary Kay, ну так, давненько уже. И у меня тогда, как у консультанта, ну, осталось очень много косметики. Поэтому я сейчас ее уже, можно сказать, заканчиваю. У меня она уже заканчивается, но что-то осталось, этим я пользуюсь. У меня осталась тушь Mary Kay, уже совсем чуть-чуть, но еще пока есть, я пользуюсь. Также тени, такая вот коробочка. Тени я предпочитаю гранит. Мне нравится гранит, он такой вот, не яркий, ничего. Пока на нем, такой серый, сероватый такой цвет. Пудра осталась еще Mary Kay, рассыпчатая, поэтому кисточкой раз-раз, но ее незаметно, это натуральный тон. По крайней мере, блики сглаживают. Есть еще Mary Kay, блески, но блески я, честно говоря, вообще никакие не люблю. Я люблю матовую, губную помаду. Ну, а цвет там уже выбираю, чтобы он был там не яркий, там, или под одежду. Ну, несколько цветов. Или бывает на одном цвете, остановлюсь и все время его ношу какое-то время. Ну, а румяна, как там розовый или цвет, у меня еще Mary Kay, розовый есть, ну, это смотря, если какая губная подходит. А в основном, такой на повседневку, вот я выбираю такую. Я, как румяна, применяю, просто немножко оттеняю. Ну, вот такая фирма. Ну, а сейчас я по-быстенькому накрашусь, не затерево, ну, чтобы так было посимпатичнее. И вам покажу, что получится. Ну, вот я сейчас накрасилась, только не красила ресницы. Вообще ресницы я крашу редко. Если так мне куда-то сбегать там надо, я стараюсь их не красить, потому что у меня от них начинают болеть глаза и некомфортно пекут прям глаза. Ну, я думаю, что так уже довольно-таки прилично я выгляжу, и можно уже идти. Ну, а если какой-то там праздник или что-то такое, то можно и реснички подкрасить. Ну, редко, если только ненадолго, не на целый день. Сейчас попробую накрасить. Вот я накрасила только один глаз, вот этот, а второй не накрашены ресницы. Ну, вблизи оно видно, конечно, что накрашены ресницы, накрашены они стоят, лучше смотрится. Ну, а если посмотреть вот одно расстояние, то особой разницы не видно, мне кажется. Ну, накрашу теперь второй глаз. Ну, вот, мои хорошие. Накрасила и второй глазик я теперь. Теперь я преобразилась, кажется, да? Вам не кажется, стало лучше выглядеть лицо ухоженное такое, нежное, приятное, все. Спасибо, что были со мной. Если вам понравилось мое видео, если было интересным, полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok